Вот основная, это экстрим-парк, подъемники два штуки и учебная трасса. Здесь по инфраструктуре сервисный центр, здесь кафе и дополнительный прокат, в том числе силами Федерации горнолыжного спорта. Инвестор показывает план нового горнолыжного курорта. Он будет располагаться в районе Верхней Березовки на горе Орлинное. Несколько трасс уже готовы и даже оборудование закуплено. А это 120 комплектов сноубордов и лыж. Еще 100 планируют закупить дополнительно. И что ценно для экологии, ни одно дерево не срубили при строительстве трасс. Плюс хотелось бы отметить оборудование, технику, которую мы закупили уже, это аэротрак. Он, конечно, бывшее употребление, но тем не менее, он работоспособный в состоянии. И около пяти сезонов мы планируем, что он отработает. Этого нет сейчас у нас. К сожалению, мы укатывали снег пока просто своими подручными средствами. Снегоход, квадроцикл, грузовой автомобиль с пассажирской будкой. И, собственно, с помощью поддержки города, с помощью поддержки главы республики, мы закупим еще два снегогенератора, которые будут помогать нам готовить снег для наших склонов. В этом году мы планируем, значит, одна трасса учебная, одна трасса основная, на которой мы сейчас стоим. Значит, возможно, запустим экстрим-парк, где люди могут прыгать с трамплинов, заниматься более активным видом. Ну, пока вот три трассы. Во все это уже вложено 15 миллионов рублей. В планах и строительство второго и третьего этапов. Инвестор рассчитывает запустить современные трассы для спортивных соревнований международного уровня. А пока, чтобы любителям зимних видов спорта было удобнее добираться к горнолыжке, нужно построить новую дорогу. Сюда надо делать отдельную дорогу. Тут заезд сейчас очень сложный. Вдоль домов идет по уличному проезду, даже не уличному, а почти дворовому проезду. Поэтому будем сюда делать новую дорогу. Уже в этом году, прямо сейчас начнем торговать проектирование. В следующем году уже построим эту дорогу. Что касается тарифов, то пока известно, что они будут точно выгоднее, чем в Байкальске, но чуть дороже, чем на Снежинке. По самым минимальным подсчетам, посещаемость составит около 300 человек в день. Откроется новый горнолыжный курорт «Гара Орлинная» уже в этом году. Юлия Пермякова, Новости дня.